Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзи легенды. Ну что, заберем свои наградочки. Раз, два. Так, и судя по всему, нас сбросили. И сбросили очень круто. Возможно, даже Лига Самураев 2 звезды. Ну, я надеюсь, что на трех звездочках мы все-таки сохранились. Давай посмотрим. Да, Лига Самураев 3 звезды, слава богу. Ну что, друзья мои, два дня не играл. Опять же, повторяю, потому что работал. Так что давай-ка мы, наверное, с тобой быстренько попробуем пробиться. Ну, я не знаю, наверное, в Лигу Сегунов 3 звезды постараться надо. Начнем сразу с арены. Так, 15-19. Вот такой вот у нас есть чудо раз чудес. Мы можем здесь пока, наверное, играть своими обычными персонажами, потому что уровень позволяет, слава богу. Но вот мне не нравится, что Леонардо здесь довольно мощный. Давай-ка я, наверное, возьму, знаешь что? Крэнга. Крэнга возьму на подстраховочку. Да, друзья мои. Я думаю, что это будет оптимальный вариант. По крайней мере, надеюсь, что мы здесь выживем и никого не потеряем. Потому что команда здесь бодрая. Я тебе серьезно говорю. Смотри, здесь Бакстер Стухман со своими массовыми такими. Леонардо. Видишь, что делает Майки, а? Повышает инициативу. Ну-ка давай-ка бомбанем. Крэнг сейчас выпустит свои ракеты. Ага, еще смотри-ка, что он повесил. Ребята, возможность бафаться. Да что ты? Так, Лео срочно нужно вырубать, потому что иначе он захиляет команду. Это 100%. Так, минус. Макман тут делает свои топотоны. Так, давай-ка мы, наверное, еще сделаем дебаф в плане... Ну что, замедлим команду? Вот, на всех, да? Так, ну, до непонятности выбрасывает сюрики. Так, секундочку. Да ладно! Ну-ка, так, если... Минус Донни. Теперь попробуем чикнуть Майки. Солидно. Так, и попробуем... Давай-ка, наверное, все-таки Бакстера. Хотя и Бакстер, и Макман, они оба такие, знаешь, противные противники. Ну-ка, Кейси. Лупа нехорошечна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это что такое называется? Хорошечно? Ну, а вот Крэнк делает дела. Ну что, ребята, первая победа такая, знаешь, довольно натяжная была. Но, слава богу, мы с тобой выиграли, и поэтому продвигаемся дальше. Посмотрим, как мы с тобой стартанем здесь. С 81-й позиции мы, ну, на полтинчик прилетели, то есть 30 ступенек прилетели. В принципе, неплохо. Но хотелось бы, как всегда, лучше. Так, давай-ка мы попробуем... Подожди, а почему 14-18? Давайте уже... Давай, 15-19 я беру. Пока здесь 48-й и 50-й урн, поэтому мы можем с тобой дальше продолжать играть нашими отрядами. Возьму-ка я, наверное, сюда... Кожеголового. Почему, ребята, Кожеголовый? Массовая атака. Да, я знаю, непрокачанная, но их две у нас. Это у Кожеголового и у Донателло. А вот это плохо. Майки делает баф. Слушай, нам надо, наверное, вот так сделать. Блин, а этот баф у него на атаку, оказывается. Ну-ка, дебаф будет или нет? Ой-ой-ой-ой-ой, только здесь, друзья мои. Так, кого же нам заблокировать? Я даже не знаю. Ну, давай попробуем Бакстера все-таки. Получится? Нет, не получится. Тогда ускоряем нашу команду. Делаем, так сказать, преимущество в плане скорости. И вот Кожеголовый делает ковырок. Так, ну что, минус один. Другой оглушенный, смотрю. У нас тоже оглушили. Сплинтер делает баф. Причем довольно неплохой. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Я не имею права потерять никого. Поэтому лечимся. Кто сейчас должен ходить? По инициативе. Я не знаю. Давай попробуем, наверное, все-таки наказать, слыша. А если вот так вот когтями? Да ладно. Берем провокацию на Кожеголового, короче. Не будем рисковать. Плюс у Кожеголового еще и броня вешается. Это, кстати, очень круто. Ну-ка, влупи. А я сейчас... А нет, смотри, как контур-атака не пошла. Ну, залечиваем нашу команду. И давай комочкам снежным. Попробуем. Ага. Убили сплинтера. Так, а этот у нас стоит под защитой, я смотрю, да? Под усиленной. Так, лечиться нам не надо пока. Удар. Пробьешь? Да что ж такое-то? Ничего себе, он, ребята, крепкий какой. Смотри. В этой защите он просто непробиваемый. Ну, а так если... Вот. Все-таки нашли мы его уязвимое место. И мы его смогли пробить. Но, если честно, это было как-то тяжело. Он один выдержал практически весь отряд мой, который атаковал его. Ну что, с 50-го места мы с тобой... Опа, на 18-е. Это хорошо. Так, 15-19. Я смотрю, уровень до сих пор у них... Тихо, Шаркан. Уровень у них до сих пор в районе полтинничка. То есть, это вообще гуд. Раз, два, так. И вот так. Я думаю, что мы этой командой... Все-таки я возьму Пита. Почему берешь Пита? Ну, во-первых, ребята, хил. Он обязательно нужен. В принципе, и провокатор всегда нужен. Но без провокатора можно еще обойтись. А вот без хила будет проблематично. А то у тебя должна быть супер-пупер имбовая команда. Вот, смотри, видишь, что делает. Так, ну-ка бросим баллончик. Посмотрим, заблокируем или нет. Что еще за полоска? Ребята, у меня что-то вот в играх появляются вот такие вот всякие полоски. Я не пойму, от чего это все зависит. Кто-то мне сказал, может быть, это от видеокарты? Нет, ребята, от видеокарты никак не может быть. Потому что я играю и намного более серьезные игры. Так-с. Ты знаешь, что сейчас будет у нас? Будет, по-моему, крах для Рокстеди. Та-та-та-там. Как же мне его... Вот как мне его тут защитить, а? Объясни-ка мне, пожалуйста. Никак. Уже все, ребята. Не успел у меня Пит чуть-чуть буквально хильнуть. И меня это взбесило, если честно. Отфлюкся на эту фигню и все, ребята. Блин. Ай-яй-яй, как же так-то? На тебе. Так. Ускоряемся. Пробьешь? Да что ты будешь делать? А если так? Да, друзья мои, проблемки, проблемки. Надо все-таки брать кого-то в команду посерьезнее. На равных играть, это не наш конек. Ладно, смотрим. Мы с тобой переходим, да? В плане нет. Твою ж налево, а? Мы не пришли, друзья. Не-а. Они посчитали, что я слабоват. И не стали меня перекидывать. Придется доказывать обратное. Так, ну что? Я вижу здесь майки у нас 48 уровня. Естественно, тут нельзя, ребята, нам идти на равных. Я возьму, пожалуй, какого-нибудь супер-пупер-мощного, который, возможно, может быть, даже с одного удара всех тут их заколбасит. И будет это у меня Ванька. 96 уровень против 50-ых. В принципе, одной гранаты, я думаю, нет. Какая граната? Сделаем с тобой базуку. Это уже, чтобы 100% наказать их всех. Вот так вот. Нам нужно вырываться вперед, а не топтаться на месте. Поэтому тут все методы, как говорится, хороши. Так, посмотрим сейчас. Ну что, мы вернулись с тобой в Лигу Сегунов. 90-ая позиция. И вот сейчас мы будем с тобой здесь по ней продвигаться потихоньку. Я уже хочу получить 15-20, если такое возможно, конечно. 15-19 меня как-то уже не устраивает. Но, видишь, их не устраивает моя просьба. Не дадут. Ладно, бог с ними. Поехали. Возьмем эту командочку. Возьму. Слушай, ну тут полтишки. Раз, два, Три, Четыре, Полтишки, полтишки. Нам нужно... Так, тихо, тихо, тихо. Возьму Шархана. Возьму Шархана. Сразу же сделаю массовую атаку им. С понижением брони. Ну а дальше, я думаю, мы сможем расколбасить. Единственное, что надо здесь, конечно, наказать муху. А-тя-тя, не успел, ребята. Как всегда, муха со своей инициативой. Ну что у нас тут? Что у нас будет? Давай вихрь. О, хорошо, вихрь бомбит. Так, это что у нас? Иммунк вешает. Да, иммунитет. А ну-ка. На, получил. Полетела граната. Постепенно урон все-таки повесил, да? Минус муха. Так, бибоб держится, если вот так сделаем. Ты смотри-ка, а. Давай массовую. Так, Ванек. Да что ж ты будешь делать? Просто давай порви его. Отлично, Шархан. Ну, он в любом случае бы его уничтожил, потому что он 70 в уровне. Ему с полтинниками довольно легко справляться. Ну что же, мы двигаемся дальше и смотрим, какое место у нас тут будет. 70-е. То есть 20 ступенек мы с тобой пролетаем. Угу. Неужели не дадите сейчас мне... А, вот. Вот, 15-20 есть. Так что все окей. Но уровень. Уровень у противников уже вырос. Ну, серьезно, ребят. Вы уж извините, конечно, меня, но я буду тогда хитрить. Они нас переплювают. Мне еще полтинники нужно отыгрывать, а у них же 53 уровень. Это так не годится. Так не делается это. Давай, Лео, вертушку сую. Все. Ну, ты понимаешь, да? Это хитрый трюк, так скажем. Ну, или какой трюк, ребят? Обычное телодвижение, что когда берем имбового персонажа против слабочков. Всегда срабатывает. Так, 44-я позиция. Давай-ка мы... Вот, 15-20 есть. Тут опять у нас, я смотрю, Микеланджело. Ничего страшного. Раз, два, три. Так, вот, четыре. Опять же вертушка от левого, и все будут валяться. Так, погнали. Замечательно. Ну, что же. Двигаемся дальше. Мне нужно сегодня дойти до Лиги Сегунов. Три звезды. Как бы вот такая вот задачка. Не из легких. Сразу скажу. 28-ая. Блин, мы еще даже в Лигу Сегунов две звезды не зашли. Блин, а бойцов у нас все меньше, меньше и меньше. Так, берем Армагуна. Раз, два, три, четыре. Слушай, мне кажется, мы, наверное, не успеем сегодня зайти. Ну, ладно, хотя бы пускай Лига Сегунов две звезды. Ну, позиция где-нибудь там от двадцати до пяти. Чтобы завтра мы зашли и уже где-то в Лигу Мастеров переметнулись двухзвездочную, да? Я думаю, вполне ли это реально сделать за короткий промежуток времени. Мы с тобой и не из такого, как говорится, Г выбирались, так что все будет пучком. Так, с 28-ой позиции мы прыгнем на четвертую. То есть две звезды у нас уже будут в кармане. Почему-то они мне, правда, не дают здесь 15-21. Раз, два, три. Я думаю, что Бакстар Стокмана здесь за глаза, да? Сотый уровень все-таки. Разок вызовет свою волну и будет все окей. Так, Раф первобытный. Хоба. Волна пошла. Ну, я тебе об этом и говорил. Что вызываем волну и все, они осыпаются тут же. Так, ну, мы двигаемся туда дальше и смотрим, какое место у нас будет. Так, Лига Сегонов две звезды. 89-ое место. Окей. Продолжаем, ребят, баталии. Возьмем, наверное, Супер Шредера. Так, Джастин, подожди. Возьмем Супер Шредера. Раз, два, три. Четыре. Все равно они 52-й уровень еще имеют. То есть, вообще от нас не отрываются. Несмотря на то, что я своими супер, этими, супер мощными бойцами продвигаю как бы свою команду вперед, да? Они от нас не отстают. Беда. То есть, они отстанут, наверное, только когда мы с тобой на 60-й уровне перейдем. Только в этом случае. Так, с 89-ой на 70-ю. Так, о, 16-21. Отлично. Отлично. Так, беру здесь Усаги. Железноголовый пока подождет. Раз, два, три. Четыре. Хм. А, возможно, я зря сделал. Усаги-то, ребята, там 61-й уровень Бибоп стоит. Вот этот вот. Сможет ли у нас Усаги сейчас вот здесь вот наказать их всех? Вопрос. Смог все-таки, да? И постепенно урон еще повесил. Красавчик. Ладно. Тут нам повезло. Двигаемся дальше. И сегодня, ребята, еще будем события проходить на Микеланджело. Да, Микеланджело видения у нас не было. И нам нужно, как говорится, его получить. Ну, как, я имею в виду, не было. Он у нас есть, но он не прокачан на 5 звезд. Поэтому будем этим заниматься. Сегодня будем проходить это событие. Так, я беру Зека, беру Криса Брэдфорда. Раз, два, три. Уже на равных почти. Если брать 58-й уровни, да, то они тоже. Поэтому нам нужно здесь как-то... Зек, давай, бросай бомбу. Угу. Алапекс. Фигово дело. Так, морозилку надо, скорее всего, нам вырубить в первую очередь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да как так-то? Как так-то, друзья? Она же сейчас захиляет. У нее сколько там по инициативе шкала? Нет, подожди, может быть, не успеет? Ну-ка. Кунаичи, не подведи меня. Красава ты моя. Тогда все отлично, друзья мои. Тогда у нас все хорошо. Так, удар по земле. Добиваем Майки. И... Так, а у него уклонение стоит, да? Но, тем не менее, Крис Брэдфорд смог пробить. Ну что, мы тогда двигаемся дальше, смотрим, какое у нас место будет. И прикидываем уже, сколько еще поединков примерно нужно отыграть. Грубо говоря, 50-е было, становится 33-е. 15, грубо говоря, позиций мы с тобой пролетаем. А это... Два поединка еще надо сделать. Ну что ж, поехали. Дони, Раф, Майки. Так, и вот так. Интересно сейчас посмотреть на эту команду нашу. Ну, понятно, Дони сюрикены бросает. Рафаэль встает в провокацию. И Майки, естественно, делает уклонение. Погнали. Опа. Опачки, красиво. Красиво, Дони, уложил их всех в баньки. Мне понравилось. Давай вот так вот. У нас, кстати, в игре я заметил очень много бойцов с ультразвуком. У нас Кирби, да, ультразвук. Красивый король. Кто у нас еще имеет? Кто-то еще вот у нас может ультразвук тоже делать. А, Эйприл. Обычная. И еще кто-то. Не вспомню сейчас на вскидку. Но персонажей у нас действительно много, которые вот делают этот телекинез. Так, что у нас тут? Ну, давай, наверное, я возьму провокацию здесь, с точку. Так, этот иммунитет решит. Чтобы ничего на них не повесили, мы сделаем с тобой баф. От сплинтера. Так. Погнали. Окей. Запах изо рта. И осталось их двое. Раз. И последний удар. Два. Ну, тут, конечно, проще простого было. Потому что у нас такие более-менее сильные персонажи. Но, не забывай, у них уровень тоже уже не кислый. Шестидесятый, по-моему, да. Шестьдесят треть, шестьдесят вторые. Так, ну что, друзья мои. Все-таки мы вырвались с вами в Лигу Сегунов. Три звезды. Отлично. Еще, как говорится, у нас есть кем играть. Поэтому играем. Раз, два, три, четыре, пять. Да, и там, наверное, еще на поединка два максимум. Так, ну что, погнали. Кунаи от карайки. Так, липкая паутина. Воу-воу-воу-воу. Это что такое было сейчас? Это что такое, ребят? Вот это вот, что? Что это такое? Просто все смазалось. Так, ну-ка давай. Все, победили. Зашибись, ребята, да. Смазалось все. Может, надо перезагрузить эмулятор? Я не знаю. Что это за бред такой? Так, ну что, давай посмотрим, какое у нас место. Ага, семьдесят девятые. Так, ну что, продолжаем. Значит, бои. Так, шестнадцать двадцать один. Ну, давай возьмем. Так, сколько у нас осталось? Раз, два, три, четыре. Ага, понял. Раз, два, три, четыре. Возьмем тогда с тобой. Пятым Леонардо. То есть, получается, у нас два последних поединка. Так, ну давай, Лео, жги. Упс. Как-то так. Все равно, да? Леонардо, ребята, иногда фейлится. Фейлится, и мы можем вот из-за таких ошибок элементарно можем проиграть. Ну, как проиграть? Полностью поединок не проиграешь, но у тебя могут ушатать одного из бойцов. И, соответственно, у тебя получится меньше кубков. Так, я опять же беру Леонардо и... Раз, два, три. А, тут еще даже одному надо. Ну, давай возьмем, например, Кейси Джонса. Так, Хан. С ним, правда, шутки плохи, ребята. Он может по инициативе просто опередить. Но не в этот раз. Угу. А если плевок? Все. Все, друзья, с ареной на сегодня у нас закончено. Мы плавненько с тобой переходим к чему? Правильно. К ежедневным заданиям. А местечко у нас? Полтинник, как я тебе говорил. Лига Сегунов, три звезды. Полтинничек. Отлично. Так, переходим на задание. Смотрим, сразится. Так, серия испытаний. Сразу же бежим. Раз, два, три, четыре, пять. Быстро-ка здесь навешиваем звездюлей. И переходим уже на следующее задание. Как они меня бесят со своей инициативой. Ребята, 80 уровень переплевывает сотый. Ну как это может быть, а? На тебе, Ксевер Монтас. Так, консервную банку укладываем. Так, подожди. Укусикам, наверное, да? Окей. Переходим на последнюю, вторую волну. Смотрим, что у нас тут. Просто ударяем. Так, Рафаэль у нас будет стоять в провокации. Так, будет надежнее и спокойнее. Смертельная волна. Так, муху надо добивать, потому что муха у нас хилер. Давай ракетами. Все, все. Ракет было достаточно. Ну что, серию испытаний мы прошли. Двигаемся дальше. Там у нас... Искать элементы сейчас будем. Так, задание выполнено. Так, ну вот, смотри, у нас с тобой... Сразиться, сразиться. Ну и, естественно, переходим на кого? На крысиного короля. Крысиный король у нас находится здесь. Кстати, мы ему уровень должны поднять. И после этого мы прокачиваем, ребят. Конечно же, до пятой ступени. Так, смотрим, что нам нужно. Офигеть. Двенадцать приманок для маузеров. Ну что ж, поехали искать. Она в золотой каемочке, поэтому попадать, наверное, будет очень редко. Хотя, смотри-ка, два. Так, три. Три приманки. Но все равно очень много, да? Очень много нужно найти. Что-то все. Как отрубило. Серьезно тебе говорю, как отрубило. Ладно, хорошо. Мы выполнили с собой задание, по-моему. Даже все задания выполнили. Отлично. Так, и... Подожди, к секунду, переходим. Давай-ка вот здесь еще поиграем с тобой. Ты сам понимаешь, жетоны мне и нужны, поэтому я не имею права здесь вот это задание игнорировать. Тем более, змей-ковьен. Да что он здесь делает? Ничего. По-моему, максимум здесь четыре волны или пять. Ну, быстренько пробежимся и все. Так, покажи мне, сколько там у нас? 40 жетонов. Отлично. Четыре эпизода всего лишь. Это быстро пробежится. Ты даже глазом не успеешь мангнуть, как мы уже закончим. Так, 40 жетонов было. Сейчас сколько у нас разыгрывается? По-моему, 60. На тебе ракетами. На тебе пробивной от Ваньки-стиранка. По-моему, 60 сейчас разыгрывалось. Там по 20 идет прибавка. 60, потом 80. Да-да-да, именно так. Ну, жетонов, на самом деле, я тебе скажу, нужно очень много. Потому что у нас только лишь соточка. Элементарный боец, которого ты хочешь получить, наверное, у него 3 ДНК. Это как минимум 54 нужно ДНК. Ой, ДНК, что я не несу, е-мое. Жетонов. И не 54, а 540. Вот. Триндец, ребята. Это называется... Пришел с работы, в голове каша, уже начинаю путаться. Так что не обращайте внимания. Просто переутомился, е-мое. Так, ну что, давай, добивайте, мои ребятушки, этого Змейка Вюна, и пойдем проходить уже события. Угу. Так, Джастин опять галюнит. Ванька взялся за пулемет. Молодец, красавчик. Ну, давай уже. Бомби, Армагон. Отлично. Ну, вот, все. События Плугина. Не очень, конечно, много получили, но нормально. Главное, что запрос так. Соточку. Итого у нас 330. Да. 330. Ну что, идем на испытания. Силы природы, да? Вот. Нам нужен майки видения. До него еще добраться надо. Ладно, погнали. А что это у меня такое в команде-то творится? Не, давай вот так. Подожди, подожди, подожди. Что-то тут вообще. Шредер, Усаги, Лео. Ну, вот такая вот команда меня вполне устраивает. То есть, сплошные топовые бойцы. Понимаешь, да? Естественно, ставим на автобой, потому что здесь выбирать, как говорится, не приходится. А мои бойцы будут драться против десятого уровня. Единственное, что, конечно, это можно было бы все намного быстрее делать за счет наших суператак. Вот, например, здесь можно вот так вот влепить. Десятый уровень все равно. То есть, как бы ничего сложного нету. И в то же время мы с тобой двигаемся быстрее от этого. Так, дойдем с тобой до майки, а уже потом будем его, ну, как понимаешь, фармить. Погнали дальше. Так, тут уже двадцатый уровень. Что-то у меня так голова, ребята, разгался, не пойму. То ли от шейного хондроза, то ли от погоды. Вот, сиди и гадай. Так, я не буду, наверное, здесь сделать вертушку. Слишком нудно и муторно это. Просто вот так вот бомбанем их по-тихому. Так, двигаемся дальше. Угу. Так, ну здесь... Да, здесь можно вертушку сделать. Ничего страшного. Угу. А здесь у нас... Ну, давай смертельную волну. Едем крышкой всем. Смертельная волна, она, конечно, очень хорошо косит. Так же, как и маузеров, в принципе, можно было вызвать и все, без проблем. Так, разарчик, да? Дальше идет шархан. Потом пойдет шредер. И после шредера, по-моему, через бойца уже будет наш майки. Так, отдубасил. Клан футовцы, да? Ну, давай сделаем волну. Фиг с ним. Так, и переходим на последнюю волну. Баксер, ты будешь сегодня? А, вот так вот. Все, ребят, волну нами будет здесь за глаза. Тем более уровень 35. Это для нас как... Орешек. Расколупать. Ну-ка. Так, тергеринный коготь у нас. Ну, да, получается, раз, шредер. Потом у нас пойдет Рафаэль. И после Рафаэля только майки. Да, я думал, что после этого один поединок нужно будет сделать. Но, получается, что два. Ладно, давай сделаем вертушку. Так, вертится, крутится, да, наш... Усаги и Дзимбо. Опа, грибы. Я бы не удивился, если бы они сейчас начали ходить первыми. Они всегда так делают. Хоть 30 уровень, хоть 20. Они почему-то всегда ходят первыми. Но не в этот раз. Давай волнущиком. Трич. И все. Ага, все. Это он с Химера, босс. Ребят, давно я ее не видел. Давай, покажись. Вот она как выглядит. Проникающего одного будет достаточно, да? Так, точно. Проще, как говорится, некуда. Ну что же, давай пошли на следующий поединок. Это у нас будет, получается, предпоследний, да? Предпоследний до... До Майки. Остальные нам не нужны. Поехали. Эпизод пятый. Я, наверное, поставлю здесь нафтобой. Пускай сами тут разбираются. Тут 50 уровень. Вообще, они нам ничего не сделают, потому что у нас все, все бойцы, которые в нашей команде, сотового уровня. Даже эти грибочки ничего не сделают, если будут прыгать на нас. Так, Шреддер ушоркивает. Все. Так, приходим на третью волну. Здесь уже волн, как ты видишь, четыре. И никто из них не делает массовые атаки, прикинь. Никто. Обычными запинали. Ладно. Так, минус Шреддер. Минус гриб. Так, минус Рафаэль. Кто, как говорится, быстрее волну возьмет, да? Донателло или Армагон. Армагон, естественно, оказался быстрее. Ну, и последний у нас, получается, будет поединок, после которого можно будет уже фармить карточки. Так, вот он. Семь тратим, и у нас остается сорок один сыр, да? Сорок один сыр по семь. Ну, нормально там. Четыре-пять попыток точно, да, будет, получается. Так. С первой волной разобрались. На второй у нас клан футовцы. Плюс грибы. Давай-давай, давай. Ага. И переходим на предпоследнюю волну. Вот Армагон мог бы здесь спокойненько выпустить свои ракеты. Но он почему-то не стал делать. Хорошо. И последняя заключительная волна здесь. Кто там у нас? Ага. Сплинтер. Вот это вот не удивляет. Два Леонарда. Одинаковых причем. Да ладно. А как они выжили? У нас с тобой была сейчас массовая атака. Мы вызвали маузеров. А они выжили. А пупеть. Ладно. Ну что? Нам остается с тобой только фармить. Поехали. Блин, подожди. А там еще, смотри-ка. Три ДНК вылавливаешь. Блин, это круто. Именно на майке три. На остальных по две. Тридцать пять жетонов. Опять тридцать пять жетонов. И все, ребят. И закончился у нас сыр. Больше ничего не могу сделать. Да, больше я ничего сделать не смогу. Да е-мое, я же хотел вот так сделать. Все. Ну что, друзья. На этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.